На всякий случай, для тех, кто не сталкивался с таким форматом работы, расскажу, что такое мы-паблишер. Это значит, что сами мы игры не разрабатываем. Мы берем уже выпущенные в каком-то регионе или готовящиеся к выпуску тайтлы, переводим их на язык того региона, где собираемся их распространять, интегрируем в свою платформу, интегрируем туда локализацию, нашу единую систему защиты и, собственно, осуществляем полное оперирование игрой на конкретном регионе, разворачиваем ее на своих серверах. Собственно, что у нас есть? У нас есть прекрасная платформа 4game, которая здесь представлена уже в новом виде, мы сейчас ее рефакторим. Это инсталлер, лаунчер, единая система авторизации, единая система биллинга и некоторые другие фишки для игр, в которых есть такие возможности. У нас есть наша классная система защиты Frost, которую особенно не любят некоторые наши игроки, которая интегрирована во все наши десктопные тайтлы. И в данный момент у нас на активном оперировании находятся 14 игр. Еще несколько тайтлов скоро появятся. Среди них, например, Crowfall, это новая игра, разработанная на краундфандинге, американская. В следующем году мы ее увидим уже на русском языке в полноценном формате. И небезызвестная Lineage, которая здесь представлена аж в двух вариантах. Blade & Soul и много других интересных штук. Сейчас мы выпускаем игры на трех разных языках. Наш основной регион — это Россия и страны СНГ. У нас есть несколько активных тайтлов в Европе. И недавно мы запустили бразильскую площадку, где на следующей неделе выйдет первая игра на португальском языке, хотя бы частично. В английском языке есть замечательный такой термин — «backsit driving». Обычно у него достаточно негативные коннотации. Он обозначает человека, который сидит на заднем сидении, диктует водителю, как и куда ему ехать, как будто водитель сам не знает. А что, если действительно не знает? Собственно, примерно это представляет из себя работа QA в паблишерке. У нас, как правило, нет полного доступа ни к коду, ни к настроечным файлам, ни к распаковке клиента. Но при этом мы лучше разработчика понимаем наш рынок, наших игроков, понимаем требования заказчика, то есть проектной команды, которая занимается проектом. То есть мы знаем, как и куда ехать. У нас есть конечная точка, к которой мы хотим прийти, то есть качественный продукт для игроков. Но водитель везет нас в непонятном направлении, присылает какие-то нездокументированные изменения, иногда нас не слушает, иногда едет куда хочет. И мы как-то сидим на заднем сидении со связанными руками и пытаемся всем этим рулить. Собственно, разумеется, мы все наши продукты тестируем. Что входит в наш скоп тестирования? Казалось бы, ну вот игра, ее выпустили в другом регионе, ну перевел ты ее вперед, запускай, она уже протестирована, обязательно заработает, все будет хорошо. Но нет. Чтобы убедиться, что игра действительно нормально переведена, мы тестируем локализацию. Это считает, что наша фастпати разработка, соответственно, ее мы проверяем очень пристально. Мы тестируем развертку, потому что разворачиваем игры на наших собственных серверах, и нужно убедиться, что они полностью запущены. Разумеется, мы тестируем интеграцию в нашу единую платформу запуска, потому что там все должно работать. Платформа должна быть в состоянии установить игру со всеми нужными для нее компонентами. Весь патчинг для игры должен работать. Разумеется, игра должна через платформу уметь вас в ней авторизовывать, и крайне желательно, чтобы вы попадали именно на свой аккаунт, а не на какой-нибудь чужой. И, разумеется, вы должны быть в состоянии воспользоваться всеми опциями, которые предоставляет биллинг платформа. Мы тестируем региональные ограничения, потому что игры, которые мы запускаем, отличаются от основной версии. Мы тестируем, что игры, которые мы собираемся публиковать, представлены именно в том объеме, который мы просили у разработчика. Собственно. И, кроме этого, мы делаем достаточно широкий acceptance-тест, который включает проверку функционала самой игры и в рамках механик, и в рамках контента, потому что в разных регионах требования по качеству разные. И то, что очень понравится ребятам в Азии, может вызвать большие проблемы у игроков в России, потому что для них баги, которые азиатам покажутся нормальными, будут выглядеть крайне критично. И мы не только тестируем. Мы подключаемся к продуктам на достаточно раннем этапе и помогаем с адаптацией их под рынок, на котором мы собираемся их запускать. Участвуем в обсуждении игровой терминологии, чтобы она оказалась правильной, когда наконец появится в игре. Перед озвучкой проверяем тексты, которые на нее отправляются, потому что, если этого не сделать, вы можете получить, например, разные пол-NPC в озвучке и в самой игре. Это будет крайне интересно. Помогаем сформировать требования для региональной версии по ивентам, предметам, каким-то другим игровым особенностям и более технические требования по региональной версии, например, о какой длине у нас должен быть никнейм, а где нам взять список запрещенных слов для этой игрушки или что-нибудь подобное. И организовываем процесс тестирования и выпуск игр для работы всех групп компаний с данным продуктом. Потому что продуктов у нас много, и достаточно важно, чтобы со всеми продуктами ребята работали примерно одинаково, и мы получали примерно одинаковый результат. Собственно, с какими проблемами мы сталкивались при работе с различными проектами, с различными нашими партнерами. Первая довольно распространенная штука – это отсутствие, в принципе, тестирования регионального бранча у разработчика. То есть они протестировали свой бранч, потом добавили в него какие-то наши штуки, собрали все это, даже не удосужились это запустить и проверить вообще запускается или прислали нам. Мы это три часа качаем, еще два часа устанавливаем, к вечеру поставили, оно не запускается. Но спасибо большое, пишем им фидбэк и ждем завтрашнего дня. И вот хорошо, если это завтра вставить не надо. Бывает, что QA у разработчика есть, но у нас отсутствует с ними нормальная коммуникация. Они, например, могли что-то протестировать, прислать нам. Мы это все проверяем, начинаем заводить им баги. Они такие, а мы уже все знаем, мы уже все проверили, мы их поправим в следующей версии. И в итоге мы просто потратили время зря. Планирование деплоев у некоторых хромает, к сожалению. Бывает, что обычно мы ставим все обновления по вторникам, когда общая профилактика на играх. Бывает, что в понедельник нам присылают патч, говорят, что вот там срочный фикс, обязательно его поставьте. Мы начинаем это все расковыривать. Оказывается, что там помимо этого очень срочного фикса еще 10 штук, которые они туда напихали, которые вообще в принципе мы пока не планировали релизить. И надо им писать, ребята, как бы мы не можем это поставить. Нет адекватного контроля региональных версий. Собственно, когда у разработчика… Простите. Простите, назад. Когда у разработчика несколько региональных версий и нет нормальной документации, что в какой версии должно быть, и нам присылают, например, патч, а в нем оказываются настройки баланса, например, от Северной Америки, где, например, более легкая и казуальная игра, то есть, скажем, у NPC, например, меньше хп. Игроки это сразу замечают, конечно, и начинают говорить, а что так легко проходить все стало. Бывает наоборот, когда нам присылают контент, который у нас еще не должен выйти. У разработчика обычно контент идет вперед. Они могут, например, нам разлочить какой-то данж, где еще не переведена локализация, и игроки начинают туда заходить, там все на корейском. Бывает, что отсутствует или не дополняется нормальная игровая документация, и мы просто тестируем вслепую, потому что нам присылают патч, не говорят, что там, и надо сидеть и разбираться самому. Если и есть игровая документация, поскольку специфика работы именно с азиатскими разработчиками, ведется она на корейском языке, там бывает очень много воды, мы это получаем, целый день наши переводчики переводят, в итоге там сути оказывается просто код наплакал, а остальное это куча всякого концептуального около дизайна. Собственно, как уже говорила, у нас нет доступа к коду, иногда нет доступа даже к настроечным файлам. Мы тестируем в худшем случае черный, в лучшем случае серый ящик. Серый ящик – это когда мы имеем, например, доступ к каким-то конфигурационным файлам, можем их открыть, почитать, но доступа к коду у нас все равно нет. Незадокументированные изменения уже упоминала, иногда нам присылают что-то, чего не должно было быть, или что-то, что должно было быть, но нам об этом не сообщили, например, какой-нибудь скил давал раньше плюс 50% к атаке, а после изменения дает плюс 40%. Игроки это сразу замечают, начинают вайнить. Оказывается, что 50% это был баг, мы его поправили, должно быть 40%. Выглядит это, конечно, не очень, потому что игроки считают, что это наш косяк, хотя он не наш. И последнее, ну, собственно, из всего этого следует, что мы делаем очень долгие упорные регрессионные тесты, потому что разработчику не всегда можно верить по поводу того, что они там сделали нужное, а что не нужное. Ну и, собственно, как уже говорили, локализация — это наш first-party продукт, который мы тестируем более пристально, чем все остальное, и с ним тоже возникают целая куча проблем. Первая проблема — это когда тексты разработчикам разбиваются либо на слишком большие, либо на слишком маленькие кусочки. Слишком большие приводят к тому, что нам присылают гигантский объем текста, который переводится месяц, потом еще нужно его отредактировать и протестировать, и в итоге у нас получается большой лак в контенте между разработчиком и нами, и, естественно, игроки недовольны, начинают писать, почему на Корее это уже два месяца как стоит, а у нас до сих пор нет. Когда слишком маленькие, особенно когда они не запланированные, присылают чуть ли не каждый день, там с измененными парой строчек, это тоже не круто, потому что уходит просто время на то, чтобы все это обработать, загрузить в тул переводов, перевести, выгрузить, отправить, получить патч с обновлением текста, и просто вот эта процессуальная мишура, никому не нужная. В общем, самое оптимальное — это примерно апдейты раз в неделю. контроль версий именно текста, как мы заметили, у некоторых разработчиков отсутствует, им он не нужен, поскольку у себя они ведут работу с одной версией на своем регионе, они просто его обновляют, дополняют новыми текстами, новыми правками, и им норм. У нас же получается так, что поскольку мы отстаем от них по версии игровой, мы сидим, переводим какой-то большой кучок текста в течение месяца, и тут внезапно нам нужно поправить какие-то названия предметов, которые уже в игре у игроков, потому что там какой-то баг. А мы не можем этого сделать, потому что в инструменте уже загружены новые тексты, и пока они все не переведутся, их нельзя выгрузить целиком и положить в игру, потому что там будут корейские строчки. В общем, это тоже связано с некоторыми проблемами. Инструменты работы с локализацией. У кого-то есть, у кого-то нет. У нас были разработчики, у которых буквально инструмент – это веб-страница, в которой просто поля, которые нужно по одному заполнять в переводе. То есть если нужно массово поправить какие-то строки, это просто невозможно. В общем, наши переводчики, конечно, были в большом восторге от работы с этим. И мы, собственно, тоже, потому что если бы нашли какой-то баг, и нужно его поправить в многих строках, это было не очень удобно. Бывает, в идеале у разработчика есть какой-то инструмент положить локализацию обновленную, там просто текстовый файл в игру, перезагрузить игру и посмотреть все изменения в игре. У кого-то этого нету, есть инструмент запаковки этой локализации, который только на стороне разработчика, нам его не дают и не хотят давать. И любое изменение мы должны, собственно, проводить через них и получать обновление от них. То есть лак где-то в день. Это тоже не очень удобно. По структуре текстовых файлов. Вне зависимости от размера игры, мы заметили, что именно структура текстовых файлов сильно влияет на то, как быстро мы можем с локализацией работать и ее править. То есть если файлы хорошо структурированы, разделены на четкие категории, типа предметы, умения, системное сообщение, и еще в идеале тегированы айдишниками, которые совпадают с айди всех этих объектов в игре, становится очень легко и понятно, что к чему относятся. Если же все строки набиты в одном текстовом файле подряд в каше, и их айдишники ни к чему не привязаны, кроме как привязки в коде, который, как я напоминаю, мы не видим, либо еще хуже строки захардкожены, это становится просто кошмаром, потому что мы читаем строки в текстовом файле и не понимаем вообще, к чему они в игре относятся. Ну и последнее. Отсутствие спецификаций по локализации игры. В особенности это касается интерфейсов. По интерфейсам в принципе не пишется нормальная документация, что к чему относятся, а также где какое ограничение по символам. Поэтому наши переводчики вроде бы все переводят, вроде все правильно, но когда вот это открывается в игре, ну вот выглядит это примерно вот так. То есть ничего никуда не влезает, надо все эти строки находить, и все их обрезать, либо писать разработчику, пожалуйста, расширьте этот интерфейс, сюда ничего не помещается. Ну и в общем, наверное, многое из того, что я назвала в принципе знакомо и понятно любому QA, который работает с разработчиком. Однако все это усугубляется тем, что мы работаем с разработчиками, которые вообще в другой стране и в другом часовом поясе. Во-первых, у нас есть языковой барьер, корейцы мало общаются на английском. Зачастую у нас есть один контактный менеджер и какой-нибудь один инженер, который более-менее общается на английском, а если нет, то нам нужно переводить всю почту. Бактрекинг тоже заводим обычно на английском, но, как правило, они в итоге Google Translate это переводят на корейский, и как они это в итоге поняли, мы не знаем, из-за этого возникают какие-то недопонимания. Они пишут, что у нас не воспроизводится, просто потому, что им Google неправильно перевел, как это надо воспроизводить. Ну и часовые пояса. У нас разница в 5-часовых поясов, и, по-моему, в 6, в зависимости от лета, зима. Собственно, у нас где-то 2-3 часа в течение рабочего дня на общение, за которым мы должны решить все вопросы. И если вопросы возникли после 13 часов, все, на них ответ уже будет только на следующий день. И, естественно, физическое расстояние, конечно, гораздо удобнее, когда разработчик сидит либо рядом с тобой, либо хотя бы на другом этаже, и можно подойти, поговорить, обсудить, понять, что баг, что фича. У нас нет такого доступа к телу, и нет возможности сесть, собраться, все обсудить, какие-то недопонимания. И у нас нет понимания четкого их процесса, что они сейчас делают, зачем они это делают. Поэтому вот так вот. Ну, собственно, а как мы это в рамках команды тестирования решали? Первоначально команда тестирования виновой выглядела достаточно стандартно. У нас был набор лиц, который был закреплен, каждый за конкретным проектом, и там ребята тестировали, кто во что гораст. Кто может хорошо тестировать, тестировал отлично. Кто не может хорошо тестировать, тестировал как умел. Несколько лет назад мы эту историю пересмотрели, сделали отдельную группу тестирования, которая сейчас состоит из шести внутренних ребят, восьми аутсорсеров и огромного количества добровольцев. Собственно, эта команда, во-первых, работает по единым процессам, чтобы обеспечить одинаковое качество тестов для всех продуктов компании. Во-вторых, постоянно меняется опытом. У нас есть такая система, как ретроспективный чат. Может быть, кто-то использовал. Любой фейл, который происходит на любом проекте, попадает в список фейлов на неделю. Раз в неделю эти фейлы всей команды разбираются. И каждый член команды смотрит, насколько этот фейл общий. Относится ли он к одному проекту, или, допустим, во всех проектах в регрессе нужно проверять определенный момент, потому что то, что не отвалился у других товарищей при релизе, это просто чудо господнее. На самом деле его нужно было тестировать всегда, и риск большой, собственно. Плюс ребята кооперируются, совместно решают проблемы, которые относятся к отдельным проектам, используют похожие процессы для настройки отношений с партнерами. Внутренние товарищи. Каждый знает, как тестировать 2-3 проекта. Это позволяет нам хорошо переключаться между проектами и минимизировать бас-фактор, когда человек хочет уйти в отпуск, например, или, не дай бог, с ним что-то случилось. Совместно мы поддерживаем 14 плюс тайтлов, из них 14 активных, все остальное вы рано или поздно увидите, или даже очень скоро. Собственно, какие процессы мы ввели, чтобы жить с нашими проектами долго, счастливо и достаточно качественно? Первая, самая принципиальная, кажется, самая очевидная штука – это релиз менеджмент через тестирование. Что это значит? Это значит, что все изменения, которые появляются на бою и относятся к релизам, то есть какие-то скрипты, которые инженеры применяют на наших серверах, какие-то патчи маленькие, большие, очень большие, какие-то ивентовые настройки, все обязательно оправятся тестированием. Собственно, это нам гарантирует, что то, что оказалось на лайве, точно либо проверено, либо подтверждено и обязательно заработает. Дальше. Мы тесно работаем со всеми отделами компании. Собственно, кто из вас знает праздницу между QA и тестированием? Расскажите. Давайте вернем. Тестирование – это просто кнопки понажимать, подтвердить, что все работает, а QA – это всем горячую кочерку может ставить, что-то… Мне нравится определение. Все примерно так. С тестированием мы предоставляем такому-нибудь стейкхолдеру информацию о качестве продукта на данный момент, в данной версии. С QA мы подключаемся к работе над продуктом настолько рано, насколько можем, и настраиваем все процессы в работе над ним, включая локализацию, получение патчей, релизы таким образом, чтобы к нам на тест всегда приходила максимально качественная версия. Супер-мега-идеальная работа QA – это когда ты получил версию, протестил и не нашел там багов, все хорошо, можно релизить. Мы стараемся работать в рамках QA-продигмы настолько близко, насколько можем, с учетом продуктов, кода которых мы не видим. Во-первых, мы очень сильно интегрировали команду с группой локализации, потому что локализаторы практически наши разработчики. Им очень часто не хватает контекста, потому что они могут переводить игры, не глядя в саму игру, игры огромного объема, и чем больше контекста мы им предоставим, на этапе, когда они только начинают перевод, например, как работает эта фича, что делает эта штука, тем будет лучше. Плюс на этапе начала работы над продуктом мы сразу понимаем, можно ли локализацию в этом продукте поделить каким-то образом, тезонировать. Если речь идет о одном, двух, трех, пяти месяцах редактуры до возможности в первый раз протестировать локализацию в игре, это прям супер критичная история. Такой метод позволяет вам, например, сначала перевести все интерфейсы или перевести туториал и сразу протестировать туториал, а уже потом переводить квесты для 50 плюс уровня. Мы очень сильно интегрированы с инженерной командой. Инженеры в рамках ИНОВа это ребята, которые поддерживают наши тестовые лайв-сервера, то есть ставят полученные от партнеров патчи клиентские и серверные, осуществляют конфигурирование и вот это все. Собственно, мы работаем методом сервера ящика, там, где можем, это значит, что мы очень стараемся узнать про продукт все, что можно. Так как мы не можем посмотреть на код, мы смотрим на то, как он организован с бэкэнда, как он конфигурируется, какие сервисы там работают, какой за что отвечает вместе с нашим инженерным отделом. Это позволяет нам часть тестов перевести из внутриигровых в статические. Например, мы можем просто посмотреть на конкретный конфигурационный файл и понять, мы просили ребят прислать x2, а здесь кажется x100. Наверное, ребята прислали не тот конфигурационный файл. Это позволяет не перезагружать несколько раз сервера, сэкономить большое время на проверке. Следующая наша штука – это стандартизация процессов. Я говорила, что сначала ребята, каждый работал как умел. Чтобы от этого избавиться, нам пришлось привести процессы к единому стандарту. Это значит, что в каждом проекте есть смоктест. Смоктест формируется по конкретным правилам. Для всех проектов эти правила одинаковые, исключая суперспецифические случаи, типа в шутере и в мов все-таки есть некоторый набор разных проверок. В каждом проекте есть регрессионный тест, который применяется, когда мы тестируем менеджер апдейт или какую-то еще другую очень крупную историю. Регресс тоже формируется по определенным правилам. Обязательно поддерживаются прецедентные кейсы. Прецедентный кейс – это очень важная для нас тема, потому что все-таки код продукта мы не видим. Это, например, момент, когда вы по каким-то причинам пропускаете баг. Вы анализируете причины, понимаете, что такая история действительно может повториться, и раз она может повториться, добавляете в смок или в регрессионный тест проверку, которая позволяет избежать появления проблем на лайве в будущем. Собственно. Плюс у нас есть стандартные тест-планы, релиз-планы для классических штук, типа вот выпуск мажорного апдейта. Окей, мы знаем, что делать, у нас есть шаблон тест-плана, мы его применяем к составу этого мажорного апдейта, и все заработает, все классно. Мы используем Jiro для таск-трекера и RedMine в качестве баг-трекера для всех, кто пишет баги, если у них нет своего, включая партнеров. Ну, собственно, мы квартально и недельно планируем все тесты, которые у нас есть на играх. Квартальное планирование нужно, чтобы глобально прикинуть ресурсы на уровне всех новых запусков мажорных апдейтов, а недельное позволяет все подкорректировать. Это было бы невозможно, быть наша команда распределена по проектам, а так мы можем хорошо отвечать приоритетам компаний и хорошо тестировать именно то, что в этом нуждается. И, разумеется, мы учим наших партнеров на той стороне хорошо с нами коммуницировать. Если партнер до этого никогда не сталкивался с внешним тестированием, а, возможно, не сталкивался и со своим, мы ему рассказываем, что такое релиз ноутс у патча, почему у каждого патча должны быть релиз ноутс, что нужно в них писать именно нам. Мы учимся быть более прозрачными друг от друга, мы рассказываем товарищам, что конкретно мы будем тестировать для их игры. Если у партнера при этом есть достаточно развитая группа тестирования, мы вполне можем расшарить нашу работу, то есть просто получать от них чек-листы с их пройденными проверками по конкретной мажорной или минорной версии и сосредоточиться на том, что нам действительно важно, то есть, например, на тестах русской локализации для всего этого. Собственно. И мы стараемся максимально хорошо понять их внутренние процессы. Например, работают ли разработчики вообще с системами типа GTA? Если работают с системами типа GTA, где у них живет региональная версия? Это отдельный бранч или это просто какой-то конфигурационный файл, который у них всегда находится в мастере? Это позволяет нам предсказать откаты каких-нибудь региональных изменений и заранее знать, что когда, например, ребята сделают новую русскую ветку, нам обязательно нужно прогонять полный регресс. Они обязательно что-нибудь потеряют по дороге. Я уже говорила, что наша внутренняя команда тестирования очень маленькая. У нас 6 ребят занимаются организацией тестов на 14 проектах. 8 аутсорсеров, которые там есть, занимаются в основном тестами с высокой надежностью. То есть это ребята, которые выбрали горизонтальный способ развития в своей жизни. Они сидят в разных регионах России, лежат на диване, тестируют игры, им нравится. Окей. Собственно. Как же мы умудряемся такие большие объемы таким составом покрывать? Нам помогают добровольцы, про которых подробнее расскажет Констанция. Собственно, на самых наших крупных играх это Lineage, это Blade & Soul. Да, в определенный момент мы осознали, что такие объемы апдейтов нам внутри обрабатывать трудно. Плюс есть какие-то игровые специфики, которые мы можем не знать. Особенно в больших ММО их очень много. И мы стали подключать маленькую армию игроков к внешним тестам апдейтов. Собственно, это не совсем тот формат, который обычно используют типа ЗБТ или ОБТ. То есть это не какие-то бета-тесты, куда мы просто нагоняем кучу игроков на тестовый сервер и смотрим, что они там найдут. Они именно работают с нами организованно, они умеют заполнять чек-листы по тем изменениям, которые нужно посмотреть в апдейте или в новой игре. Они умеют у нас заводить баги в Redmine в более-менее понятном виде, с шагами воспроизведения, с графическими материалами. И в общем они довольно сильно облегчают нам работу. За что они вообще работают? Во-первых, за идею. То есть это люди, которые реально понимают, что от того, что будет протестировано, зависит, какое качество игры будет на лаве и насколько им будет приятно и хорошо играть вместе со своими кланами. Во-вторых, это какой-то некий статус престижа для них. То есть они первые видят это обновление, первые могут все посмотреть и рассказывать. Мы им, конечно, все запрещаем упустить на форумах, но они ощущают, что они прикоснулись к чему, чего еще другие не видели. Но, естественно, не без каких-то материальных благ. Денег им не платим, зато мы им даем внутриигровые фишки. Всякие типа эксклюзивного плаща, типа какой-нибудь внешки, которые еще либо вообще не давали другим игрокам, либо дадут через три месяца, либо вообще никогда не дадут. И это в основном штуки, которые не сильно нарушают игровой баланс. То есть не так, что все остальные игроки будут в возмущении, почему эти люди получают такие штуки за бесплатно. Но это вещи, которые, собственно, им помогают, их как бы мотивируют помогать именно в тестировании игр. Ну и подытожим. Собственно, получилось здесь довольно долго, поэтому буду кратко. Как облегчить жизнь QA в паблишинге? Во-первых, это продуманная структура локализации еще на этапе дизайна игры. В идеале разделить локализацию, именно тексты на какие-то логические блоки, дать им какие-то логические ID, либо DevName. Совсем в идеале, конечно, написать документацию по локализации, но это бывает крайне редко, потому что особенно на этапе разработки времени на это, конечно же, нет. Инструменты работы с локализацией, которые позволяют быстро загрузить, выгрузить, поменять локализацию в игре, быстро подложить ее в клиент для игроков. Контроль версий, как самой игры, особенно когда у разработчика много региональных версий, чтобы между ними не путаться, чтобы это был какой-то либо действительно удобный конфигурационный файл, либо какие-то автотесты, которые проверяют все региональные настройки, чтобы не было никаких проблем уже на стороне паблишера. Контроль версий самого текста, чтобы у разных паблишеров была возможность редактировать именно ту версию текста, которая у них сейчас стоит в их ветке, и не ждать, пока будет полностью переведен весь текст следующей версии. Шаринг игровой и тестовой документации, результатов тестирования, что помогает региональному QA сфокусироваться на тех штук, которые еще не проверены. И, конечно же, планирование и коммуникация, потому что паблишеру важно хотя бы за несколько дней знать, что будет какой-то апдейт, который нужно будет поставить, или что найден какой-то баг, на который они пришлют hotfix. В общем, вот.